так ребят всем привет мы запустились рад всех приветствовать в общем сегодня мы пройдем по очень интересным темам и для начала напишите пожалуйста как слышно меня как слышно раиле с нами на связи раиль раиль привет да также на связи с нами будет еще радмир это человек который работает с раилем и дайте пожалуйста обратную связь вот по звуку это самое главное самое главное по звуку потому что прошлый раз что-то было не то вот и темы сегодня будут очень такие актуальные интересные пробежимся по одной связке которая работает уже давно также отлично все круто до пробежимся по одной связке также мы поговорим о дропах разберем последние новости поговорим о мошенниках покажу вам прям наглядный пример одного проекта который пытается скоро запуститься то есть да там потихоньку идет прогрев и покажу вам в общем короче одну скамину данный который ни в коем случае нельзя вестись потому что в предыдущий скамине потерял очень много людей свои деньги и возможно новичкам это будет очень полезно вот ну в первую очередь новичкам конечно старички так вам для размышления пищи так хорошо тогда тогда включая демонстрацию экрана и мы начинаем у нас много сегодня хотя нет что я тут преувеличил у нас немного новостей мы по ним максимально быстро пробежимся так 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 опускаемся ниже вот и первая новость это то что банки узбекистана начали ужесточать условия для выдачи пластиковых карт иностранцам рейд что скажешь по поводу этого интересного факта скам все актуальность банки это и пак юли капитал в общем их да и так было сложно получить сейчас еще уже сточили ну для этого есть сами узбеки у которых можно брать карты брать в аренду и так далее и можно крутить но момент в чем то что связки которые мы крутим через узбекистан там обменники заряжают не не совсем сладкий курс то есть там полтора процента это не совсем ну в общем узбекистан скам да рейль или нет да очень много людей туда понаехал на самом деле мы туда тоже ворвались прям очень вовремя у нас человек поехал и в общем неплохо так заработали в этом тренде тут еще конечно очень важно удерживать определенный тренд быть в тренде как говорится да потому что все эти темы они живут очень очень не быстро да как показывает практика особенно последнее время я отрассказывал если не ошибаюсь в предыдущем эфире когда сходил короче в райфазен вот именно код это был тот момент когда узбекистан был самом разгаре прям много людей про него стали узнавать и прям пошел такой движ хороший и я тогда стою в банке смотрю там столько узбеков столько таких не русских ребят которые стоят на получение карты начинаю общаться с одним со вторым они толком не понимают вообще что происходит дата 7 говорят что нужно там сделать карту но они говорят мы там переводы делаем из детей там блин короче еле-еле выговаривают слова из детей но уже там делают какие-то переводы короче и в общем ребята работают прикольно хорошо едем дальше следующая новость международные сделки по с криптовалютами могут запустить в 2023 году кстати видел буквально недавно такой мем ну что сказать мы это тоже так буквально вкратце об этом говорили что у нас что-то да постоянно переобувается ну касаемо рф да то есть постоянно что-то меняется законопроекты минфины начали они думали так потом они думали так потом они напугали людей все начали кричать что все это скам нужно бежать да когда вот в начале года выступили с там такой интересной речью вот и тогда люди стали там переживать но сейчас мы видим что вся эта история она начинает короче как-то расцветать давно опять же расцветать именно вот по крайней мере по таким вот статьям по факту еще пока ничего не понятно но уже вот еще такая статья интересно появилось что ростех займется тестированием цифровых активов для международных платежей вот и как бы это но на самом деле интересная новость я думаю навряд ли это фейк вот ростех 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 так нет тут 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 я где-то видел так ранее сообщали что минфины банк россии переосмыслили подход криптовалютам и считают что ближайшее время необходимо легализовать трансграничные расчеты цифровых активах но нужно понимать что да им на самом деле другого варианта как создать свою какую-то валюту как-то там делать транзакции им другого варианта не светит потому что в из детей или везде все они не смогут переводить большие объемы целом да нужно понимать что в государстве там очень большие объемы и такие переводы заметить не заметить очень трудно соответственно им нужно создать свою какую-то валюту чтобы они сами управляли потому что они но они поняли что слишком сильно влияет секс сша на стейбл коины очень сильно влияет и соответственно подавать риску свои активы они не хотят и поэтому начинают там придумывать уже свои валюты да ребят всем привет если есть вопросы то задавайте привет казахстана привет 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 ребят так а мы идем дальше египте готовится подключить карты платежной системы мир ну все в общем браиль когда ты поедешь уже открывать обменник египет ну да скоро скоро увидим статью по поводу как у этого как у узбекистана дался на начале банки 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 блин сейчас банки египта ограничили делать карты иностранным то мной резидентом в общем иностранцам так ладно хорошо в общем вот хорошая новость браиль в целом мир подключение в общем одна из возможностей с помощью которой скоро буду зарабатывать много людей деньги ну кстати в общем украина вела санкции против 9 турецких банков которые одобрали платежную систему мир если простым языком то что значит нужно быть аккуратнее с переводами рейн огромная просьба можешь пожалуйста чуть ближе телефон поставить к себе чтобы тебя было лучше слышно ребята пишут что плохо слышно но я тебя лучше слышу если лучше слышно то поставьте плюс ребят в чат вот так едем дальше так валюту с открытых после 9 сентября счетов выдадут в рублях без привязки к официальному курсу но в общем не самая лучшая новость касаемо валюту да или или в целом или нормальная новость рейд как-то считаешь это не такой большой объем как условно понятно понятно ну в общем валюте скоро наверно хана будет в россии скоро скоро просто куда-нибудь ее денут вот и будут ее как можно меньше ну видно что такими способами не хотят избавиться от нее максимально да то есть и все чаще мы видим цифровые активы ладно посмотрим опять же да это много много слов вот дел не так много cb будут продвигать возможность трансграничных расчетов с помощью цифрового рубля но в общем еще одна новость по цифровому рублю мы об этом говорили пройдем дальше так под санкциями будут все банки рф 7 сентября российский банковский сектор с должен работать так как если бы под западными санкциями находились все его участники они только лидеры считает глава игорь шувалов не будем полностью читать что считает игорь шувалов но в любом случае это конечно же это не очень хорошо в любом случае от ураиля была ситуация связана с тем что у него зависли деньги да то есть и она еще не решилась также рейли то есть но вы вам нужно понимать что вы можете делать перевод куда-то банк может попасть под санкции и ваши переводы могут ограничиться ну то есть как бы такая история поэтому такая тема не очень хорошая ну едем дальше мы имеем что имеем грузия готовится присоединиться к единой зоне платежей в евро раиль слышал эту новость что по ней вообще есть мыслики это да в общем грузия готовится присоединиться к единой зоне платежей которая облегчит денежные транзакции со странами и с ну ничего посмотрим как отреагирует рынок на это но для нас самое главное чтобы спреды были посмотрим как по факту отреагирует было 5 сентября вот но это 5 сентября вышла новость а когда по факту это произойдет еще непонятно так 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 о интересная новость ребят наконец-таки настала справедливость и за док воном пришли органы вот так он это человек который создал луну и которые успешно скомонул сейчас был недавно памп рынка люди стали говорить что о круто сейчас мы полетим на доллар по стейблу по стейблу там ну и луна сейчас вырастет типа сейчас все взлетит вверх но не тут то было короче пампанули опять сбрилили людей и в общем его в итоге хотят посадить то есть мы уже дали ордер на арест ордер на арест это не значит его посадили вот но возможно произойдет это ближайшее время на самом деле это ну вполне правильная штука да то есть и это говорит о том что хотя хотя сколько времени прошло после этого то есть но тоже как то странно да то есть как они реагируют на эту всю историю это было еще давненько скам луны но блин сейчас они только за него взялись нормально да то есть уже там дело дошло до суда хотя до этого вроде как все было у него норм мы об этом тоже говорили предыдущем эфире думаем блин какая несправедливость основателя торнадо кэш взяли да то есть там пошла вот эта развязка с делом докон который скаманул на миллиарды долларов людей то есть он как бы нормально все живет и выдает интервью в общем да так это вся история работает посмотрим что будет дальше но покупать теру луну и ты из дт и ты usd я конечно никому не рекомендую и если опять же если покупать такие активы то нужно понимать как эта вся история работает я не совсем понимаю я не слежу за луной и я не лезу уже очень много раз терял деньги на подобной такой истории но сейчас не хочу едем дальше так и и 100 новость по поводу хобби то что хобби исчислить манера и другие монеты в общем короче будет листинг монет таких как дэш так дэс рэд фиро монера в эрге за кэш и хоризон ну в общем такая история все таки ну мы понимаем что регуляторы они очень сильно давят на бирже очень сильно особенно это мы заметили про биржу бинас когда они ограничили в рф удержание до суммы на сплатном балансе 10 тысяч долларов понятно что эта вся история она как бы продолжает работать но нужно понимать что регуляторы не давят и опять же да говоря про бирже не кстати недавно писал один человек по поводу sky bts мы до этого там делали видеоролик игры то можно ли доверять там там какому-то обменнику там или бирже или еще что-то ребят по поводу доверия вам решать уже абсолютно каждому из вас в целом да то есть нужно понимать что любой обменник любая биржа может вас просто взять и заблокировать в любая вижу и к этому нужно быть всегда готовым я уже ранее рассказывал видеороликах что я не держу там больших сумм больших суммы у каждого разные для меня это больше миллиона я там не держу то есть на бирже в целом вот в каждой сбежи больше миллиона держу хорошо едем дальше рей давай тогда перейдем к дропом и потом пригласим радмира касаемо 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 интересной темы это связки вот сейчас мы делаем полный экран расскажи пожалуйста как работает ребятам с дропами тут писали вот кстати еще писал человек вопрос как довериться дропу если он допустим незнакомый а с ним просто познакомиться познакомился в петухе получается вот вот вопрос такой давай на него ответим дальше потом перейдем подробно я могу тебе предоставлять цена соответственно сладкой и так далее но в этот момент у вас исчезнут деньги хотим вам передал пластик вы перевязали новую сим-карту но он может прийти в отделение в кассу условно буду сбер и сказать то что давайте постараем ой вытащим мои средства с моего счета они говорят окей и вытаскивают деньги все далее как это лучше сделать то есть найти друга у кого мы уже выбрали карту бро давай я у тебя брал карту но к сожалению не заблокирую ты можешь найти ну попросить своих там знакомых друзей предоставить мне карту с тебя ой с меня соответственно деньги то есть там тысячу две ему бонус мы отдаем за то что он нам предоставляет дропов условно ну говорим вот пять десять карт в месяц нужно я плачу за каждую карту две тысячи рублей это двадцатка тебе в месяц прикинь он скажет да окей ну ну кто-то замотивируется кто-то будет предоставлять у кого есть нужда деньги и соответственно это его знакомые которые не захотят его обманывать ну разные случаи бывают но мы соответственно по такому ритму двигаемся то есть у нас есть люди у кого мы брали уже тиньковый но тиньковый соответственно заплачен потому что очень быстро будет теперь нам пригодили сбербанки мы в этих же людей забираем сбербанки вот там нужен райфайзен мы забираем у них райфайзен либо просим открыть счет в райфайзен моментальную карту за один открываем вот то есть как искать это просто просить знакомых давать мотивацию в виде денег далее договоры не договора подписывать все зависит от вас то есть вот рейд смотри смотри рейд вот человек новичок целом как бы да человек новичок вот он говорит что списался там с человеком с какого-то общего чата ему доверять не стоит также хорошо если новичок тогда нужно обращаться к знакомым и уже там до разговаривать знакомыми но как бы и если это человек знакомы то какой-то там договор просить тоже как-то очень не очень да как-то типа да такой себе если знакомый у знакомого берет тоже как-то не очень но ты приходишь к мере того когда условно твой дроповод ну твой знакомый который предоставил тебе условно 5-10 карт мы приходим к тому мнению смотри вот ты зарабатываешь типа 20 тысяч в месяц за то что я покупаю через тебя карты ну то что ты ищешь карты но слушай слушай можешь сказать вкратце какой договор нужно подписывать как это все выглядит долговая расписка то есть долговая расписка либо есть такой договор NDA называется NDA по-другому где ты не имеешь права разглашать сколько там денег на этой карте и так далее в случае если ты там разгласишь или будут тронутся там деньги ты будешь там в размере ну там 300 тысяч рублей должен будешь разместить вот типа договор NDA и договор долговой то есть взаимые то что деньги мы дали он имеет действие в юридическом плане это вот два договора слушай но он на практике Раиль оно работает вообще как бы вот на практике встречал такое на практике да ну то есть у нас воровали только те кто договор не подписывал бывало то что воровал человек который ну да долговая расписка украл там 150 тысяч рублей мы звоним ему он соответственно трубки не берет мы там дозваниваемся до мамы этого пацана говорим можете передать трубку пожалуйста передаем трубку ну чего он говорит стоит что на 150 тысяч купил он говорит вот айфон там и так далее купил ооо ладно красавчик и он не понимает в чем дело я говорю в договоре ты должен нам 300 тысяч рублей мы с тебя еще заработаем все давай всего хорошего вот так сбрасывал он сам потом начал звонить и возвращать типа можно пожалуйста я 150 верну там вот так то есть он уговорил но он вернул в итоге да 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 ну короче суть в чем ребят суть в том что самое главное ну одно из главных да это вообще в целом наличие договора если вы очень сильно опасаетесь работать с людьми которые мало знакомы это как минимум наличие договора уже человек останавливает от того чтобы он совершал какой-то мошенничество по отношению к вам да то есть или как-то себя ну вел в общем безответственно в общем хорошо написали договор сделали сколько в среднем стоит дроп в регионах сбербанк стоит 3-5 тысяч рублей то есть сбербанк это тот банк который есть у всех куда там стипендия студентам падает ну пенсии и так далее вот это все Тинькофф он чуть дешевле то есть 2-3 тысячи так как его открыть легко им не пользуются не все райфайзен тоже ну около 2-3 тысяч рублей вот если брать москву москва да там сбербанк обычный стоит там пятнадцатку вот сбербанк первый стоит сотку ну как-то так человек пишет по поводу такого вопроса силу в другой стране будут иметь договор или нет но периодически выходит да он периодически выходит с нами на связь но касаемо другой страны там же другие законы идут то есть нужно исходить из того какие там законы и вообще в целом европе например все это жестче работает только не знаю как там относится агроповодство да то есть как это все обозначается вообще знают ли они что это такое вот но это нужно уже короче вникать именно в законы страны вопрос был по Турции то есть якобы там какие-то карты предоставляют там и хотят с ними работать но не доверяют хорошо так по поводу денег поняли если вот были у тебя случаи когда например на дропа прилетает фэзэшка да конечно и что тогда вот происходило то есть как это все затягивалось не затягивалось должны быть ручные ну как я объяснял то есть у знакомого знакомые у того знакомого знакомые то есть ну позвонил он набрался говорит окей я смогу сходить банк закрыть счет и вывести свои средства соответственно за то что он ходит в банк там приезжает с другого города ну условно может быть так как он живет в деревне за то что он приезжает соответственно мы оплачиваем ему за проезд то есть там автобус платим за него и плюс бонус там 500 рублей за то что он выбился в проезд в социалах вот и у этого человека хоть и заблокировалась карта но галочка в том что мы ему оплатили дали бонус и предложили еще искать ему карты вот мы каждому предлагаем короче дроп потом становится троповодом да показывает практика вот он такой лайфхак ребят то что один дроповод и ищет новую карту есть такие мощные конечно да но мы всем предлагаем чтобы карты стали ну это круто 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 слушай ну вот вообще были такие ситуации когда ваши дропы попадали под треугол да да что прям такое типа мошенничество было искали кого-то там что-то там судились в общем какая была ситуация можешь вкратце рассказать во первых расскажешь такой треугол вкратце ребятам во вторых попадали или нет и что было тогда тут так тоже буквально поверхностно чтобы сказать есть человек мошенник есть жертва есть мы продаем свои уст в стакане финансов нам приходит заявку на покупку мы принимаем эту заявку автоматически так, мошенник в это время, ну, заранее списывается жертвой о продаже там айфон 14 вот вам нужно внести там 50 тысяч рублей и вы забронируете свой телефон жертва без ослабления с вами соглашается окей, говорит, в это время мошенник создал с нами сделку, копирует наш номер карты, отправляет наш номер карты жертве, жертва по этому номеру карты оплачивает за айфон якобы мы смотрим, все, 50 тысяч рублей пришли, мы отпускаем свои ЮДТшки но нам же деньги пришли, но хотя эти деньги отправляли с третьего лица то есть с жертвой что происходит, мошенник остается при бесплатных ЮДТшках когда жертва остается без своих денег мы остаемся с заявлением в полицию так, и были такие ситуации у вас с дропами? да, да, были, то есть мы попали на мошенническую схему треугольник с этой карты я выводил на свою там райфайзинг-карту и вышли не на дропа, а на меня я думаю, как так? ну, типа, 100% дроп стал я, то есть, с ребятами созваниваюсь, советуюсь и говорю, ну, как на меня они вышли? ну, полиция вышла на меня объясняет то, что дроп меня не сдавал мне вообще прописка не там возможно, к нему приезжали, но не нашли и позвонили мне ну, то есть, я им всю ситуацию объяснял вызвали меня в Москву я говорю, ну, в Москву я не могу давать в Казани они сказали, нет ну, то есть, где было написано заявление там и происходит ну, то есть, допрос да ну, я приехал, объяснил все и все уехал ну, так в итоге все хорошо если вас вызывают полиции на допросы либо опросы хотя это одно и то же на самом деле просто для них ну, они показывают то, что это обычный опрос все будет хорошо, ни хера подобно всегда берите с собой юриста вы на этом сэкономите себе нервы ну, вдруг что-нибудь там понавешают но вы законов не знаете лучше позовите юриста с собой вот это 100% информация хоть он даже не шарит за крипту просто объясните ему ситуацию что произошло вот, мошенники схемы треугольных и все, он сам дальше все сформирует вот угу ну, в общем, у тебя в итоге все закончилось нормально, да? ну, да бывали было много случаев, как сказать угу хорошо так, ребят, если есть вопросы то задавайте вопросы сейчас поедем по следующей теме вот, человек пишет по поводу ФЗ-115 так, как обходить блокировку карт ну, самый распространенный вопрос и, Рейль, пожалуйста, поближе к телефону просят еще вот вопрос еще для открытия Сбер-1 нужны какие-то дополнительные документы подтверждающие документы о целесообразности открытия по-моему, нет просто говорим то, что мы являемся клиентами премиальных тартов это Тинькофф Райфайзенбанк объясняем то, что Тинькофф это такой себе банк то есть сдает там налоговую и так далее поэтому я не хочу, чтобы мои акции хранились там я хочу, чтобы они хранились ну, условно Сберинвестиции вот объясняем это далее говорим то, что Сбер-1 мне не нужен для того, чтобы получить бесплатный доступ на бизнес-залы самолетов далее говорим ну желательно принести пачку налички ну, там 23 миллиона у кого нету ну, я просто говорю желательно принести эту наличку положить прям на счет можем сразу положить деньги если вы не откроете они говорят, да, окей если вы не наличка то, что вы там до деньгах то, скорее всего откроют но у них есть ежемесячный план по открытию премиум клиентов то есть там условно 20 человек если там в этом плане уже есть 20 человек то вам не откроют никак столько у вас там денег не будет просто никаких документов не просят короче, могут не открыть еще, да? да да ну, в общем ну, так ну, процентов 90 отказов 100% ну, в общем со Сбером Первым карта живет лучше ну, не совсем не совсем такие же блоки кто говорит то, что со Сберпиаром карта живет дольше блокировок нет все то же самое то же самое у тебя есть у тебя есть личный менеджер который будет потаскивать из этой карты со 115 по крайней мере помогать документы собрать ну, короче в любом случае хуже не станет если есть такая возможность но если нет то сильно то сильно не расстраивайтесь да, то есть ничего такого катазфического нету так, хорошо сейчас я включу экран и обсудим еще одну интересную тему очень важную тему, я считаю и перейдем к связке к одной связке нам расскажут как как с ней можно поработать и в целом дадут обратную связь ребят в общем я рассказывал в канале недавно об одной теме которая связана с приемом денег в общем сейчас будут таких тем появляться еще больше потому что уже там был открыт на этот тренд по сбору денег для P2P в общем арбитражников да, то есть тут вот суть в том то, что люди решили организовать такой пирамидоз в котором они собирают деньги на то чтобы ну типа команда арбитражила да, то есть вот у них там есть уникальная система все работает все четко ребят, вы главное вкладывайте деньги и потихоньку будете зарабатывать там от 25% в месяц да, вот такая история пассивный доход все дела вообще во-первых когда я слышу слово пассивный доход мне уже начинают вот так вот корежить блин, если честно вот потому что это такая себе история Рейль, тебе видно экран, да? нормально все? у меня тут сейчас ремонт идет во всю вот и поэтому на такие штуки я понимаю, что хочется быстрого заработка легкого сюда заходит очень много новичков которые толком не понимают как это все работает и обжигается на ну это еще как бы такой типа сложный сложный вариант мошенничества более простой вариант мошенничества я буквально недавно скидывал в канале рассказывал о нем сейчас я покажу его прям наглядно вот так так сейчас я зайду в телегу свою и покажу вам как это все выглядит то есть на самом деле у таких безумных объявлений похожих как вот вот это вот сейчас я вот так сделаю так похожих как вот это вот очень много очень много блин у меня очень шумно да рейль нормально да просто на этом что-то сверлить стали вот так их очень много и на самом деле как со скамить свою аудиторию много людей пишет я просто вижу знаете такую историю когда в чатах там есть связка бесплатная связка набираю людей в команду набираю там еще кого-то ребят давайте говорить как есть да как бы ну вот грубо говоря как есть вы нахер никому не нужны чтобы вам человек посторонний писал и предлагал бесплатную связку там 4-5 процентов с круга просто давал вам такой источник дохода а вы типа такой наивный думаете ну сейчас зайду реально вот как бы да мне хочет человек помочь тем более там посторонний левый с аватаркой там Илона Маска да например или еще какой-то то есть ну вот будем жить в реальности да в целом есть много разных каналов я сейчас не буду их показывать мы до этого не раз показывали без лица которые они загоняют туда аудиторию в целом да показывают там деньги показывают разные обменники и в общем на это люди реально ведутся то есть если бы на это не велись причем ведутся даже те ребята которые находятся давно в крипте вот человек вот мы оказывали недавно Илюху человек в крипте ну не помню там 3 года или 4 года находится в крипте попался все равно на эту скамину вот прям я так спонтанно решил записать кругаль с ним сейчас где он там был вот это реальный случай реальный случай поэтому берегите максимально свои деньги блин а где он где он где он где он где он ну вот прям в канале это было решил осветить а вот он вот он вот тут рассказывал ситуацию человек находится в крипте уже несколько лет все равно попал на эту хрень первый раз провели хорошо обмен а второй раз когда он туда ввел сумму 1к баксов его кинули все то есть ну первый раз вы можете провести в обменнике с хорошим спредом хорошую сделку на второй третий раз вас просто кидают и вы от жадности теряете свои деньги вот так эта херня и работает к сожалению так хорошо этот этот блок мы прошли радмир ты на связи ты как там да это вот да 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 ребят всем привет это вот человек который работает с раилем у него краски от дебют первый опыт в эфире и я думаю что он сейчас поделится биржа с которой работает у тебя там можно да сделать экран демонстрацию экрана да 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 сейчас он сделает да радмир сделай и наверное тебе нужно будет еще отключить звук потом да если ты будешь ее делать а может меня отключить сначала вот сейчас у вас эхо пошло уже ребят да видно мой экран да твой экран не видно отключи пожалуйста еще звук у себя там вот или тебе раиль нужно звук отключить чтобы было радмира слышно лучше так а я сейчас может быть еще вот так сделаю а ну включи экран твоего экрана пока не видно я не вижу если вы ребят видите то поставьте плюсик в чат если видно его вот сейчас видно все окей видно но не слышно что теперь вот так сейчас слышно да сейчас слышно сейчас слышно ну кстати рейд ты можешь свой выключить микрофон а радмир можешь включить чтобы его было лучше слышно как вариант можете так сделать не если ты свой отключишь а радмир включить эхо не будет тогда что-то один один звук будет всего лишь и вся давай попробовать ключи да привет привет ребят слышно есть а ну да эхо идет почему-то ладно тогда давайте как предыдущий странно странно ребят да радмир расскажи про эту биржу в целом у тебя там есть какое-то определенное количество бэкграунда сделок если можешь покажи чтобы ребята не думали что ты человек который просто рассказываешь о каком-то воздухе да в целом вот а то есть есть такие ребята которые говорят ребятам 20 тысяч сделок и я там уже провел очень много опыта ты говоришь блин ну покажи свои 23 сделок где они там кстати я его увидел который снимает видите у меня 20 тысяч делок я его в сети видел да ну да мы не будем сейчас конкретно называть людей а как бы просто я говорю о том что есть много ребят которые говорят что у нас там дохренища сделок мы там провели очень много а ты говоришь ну блин покажи хоть что-нибудь хотя бы есть там хотя бы мерчант есть там на бинансе да там в целом или еще там какой-то статус где-то где-то проводил там так много сделок да нет но если что мы можем найти там еще что-то ну окей ладно хорошо вот радмир у тебя там есть инфа там какая-нибудь о количестве сделок нахождения безлата сейчас покажу сходим статистику так вот видно что здесь я нахожусь уже 832 дня это больше двух лет я здесь уже занимаюсь проведено 422 сделки успешных на сумму более чем 84 лет виден мой рейтинг мои отзывы то что есть верификация и как бы вот видите мой баланс в чем заключается вообще суть этой биржи то что мы закупаемся ну объявлением любой крипто допустим биток эфир xlp доги юттэшка то же самое и продаем ее на других биржах либо же на самой сейчас простите немножко сейчас немножко перебью тебя сейчас микрофон работает у раиля да рейн можешь пожалуйста чуть-чуть ближе к себе подвинуть даже если раиля не будет видно уже ничего страшного главное чтобы тебя было видно и получше слышно потому что некоторые ребята пишут что плохо слышно самое главное чтобы звук был хороший вот вот это самое главное можешь пожалуйста рассказать из чего состоит в целом круг как это работает вот прям для ребят который первый раз видят вообще без лата типа нифига себе что это из чего состоит то есть мы закупаемся не напрямую а выкладываем объявления мы выставляем свое объявление представим какой суммы хотим купиться допустим сортировку выбираем например могут открывать сделку только верифицированные люди либо же только у которых объем какой-то набит определенный например один или 5 буквально наподобие вот этого чтобы не попасть на всяких мошенников после того как мы получаем закладное объявление мы перебиваем постоянно чтобы мы были комплиментоспособными чтобы были в топе наше объявление видят люди и они нажимают продать продают нам крипту мы у них ее покупаем но перед тем как покупать крипту мы должны просмотреть рейтинг сколько людей он заблокирован сколько у него успешных сделок как давно он сидит на этой бирже есть ли у него верификация а можешь немножко на практике показывать это получится чтобы что можно по факту показывать что не показывать актуальные сделки ну то есть которые были надо очень далеко вверх копаться потому что там я давно не торгую так как там нет особо сейчас спредов нет спредов ликвидности мало так как вся ликвидность ну а можно сказать многие крутят международ и на петушке ликвидность везде просела кто бы не говорил потому что везде есть там проценты возможно есть процент да один там 0.7 есть процент но ликвидность нулевая то есть я уже недели наверное 3 каждый день ставил на закуп потом и ликвидность вообще нулевая есть только тогда когда допустим крипта падает крипта упала а на петушке у нас получается чуть-чуть заторможение по курсу идет то есть не так быстро спускается курс нежели на ниже так как здесь обмен петухи пер-ту-пер то есть это обмен между живыми людьми происходит но смотри смотри сразу немножко тебя подкорректирую то есть сейчас в этот период времени там 2-3 недели да ты сказал она пока спреда особо нету но целом спред появляется это связано еще с тем то что были каникулы многие находятся на отдыхе отдыхают на Бали в Мальдивы всякие трейдеры мажорики вот планируется в основном в какой год уже такая тенденция наблюдается то что спред и ликвидность появляется в конце сентября в начале октября когда все уже выливаются потихоньку в работу и уже начинают появляться везде объемы да ну то есть из этого нужно понимать что сейчас данная связка она не совсем актуальна но в целом она рабочая и человек тут уже более двух лет находится и в общем мы видите его объем не такой большой да в целом но он как бы есть вот и как бы он это все работает вот хорошо вот предположим я новичок да я не знаю вообще в целом про безлата расскажи вот какой подводный камень есть безлата чтобы я начал с ним работать в целом из чего бы начать ну из чего вообще начать работать подводный камень заключается в том что новичок здесь не сможет изначально торговать потому что после того как ты из регистрировался прошел ленификацию нужно чтобы прошло пару дней по моему раньше это было два месяца спустя два месяца и сейчас это по моему 0.5 битка надо прокрутить чтобы встать объявление в стакане так как если новый аккаунт находит туда верифицируется он будет появляться на последней странице из-за того что не выполнены вот эти вот условия которые я рассказал а для верификации что нужно сделать как проходит верификация для верификации то есть нужна фотка паспорта так потом получать лицо и паспорт а где же такая фотка нужна и на листке пишешь фотографию а на листке пишешь без лата дату так и по-моему на фоне сайта нужно фотографироваться а блокировать нужно какую-то сумму денег или нет здесь раньше было 0.04 ребятка чтобы объявление вставать сейчас по-моему уменьшили в два раза в деньгах это сколько примерно плюс-минус в рублях я имею ввиду плюс-минус где-то в районе 10 тысяч а 10 тысяч рублей ну то есть это доступная сумма хорошо то есть прошли верификацию в итоге нужно прокрутить небольшой объем для того чтобы в общем объявления стали уже выноситься вверх да да ну например как это можно набить например закупаемся гарантекс все наверное биржу знают либо же можно закупаться просто нажать купить на безлату и там же распродавать первое время будете уходить в минус но 0.5 битка это всего лишь 600 тысяч их как бы можно прокрутить за меньше чем час наверное после того как их прокрутили у вас уже объем набился и так бы все условия проделаны и можно будет уже объявления выставлять хорошо как ты порекомендуешь ну эту связку с чем использовать вообще в целом раньше была как ликвидность была ликвидность и на закуп и на продажу так но на продажу сейчас ликвидности нет вот это честно говоря не знаю с чем связано возможно возможность того что вся ликвидность ушла в основном на бинанс то есть на бинанс очень быстро продажа может например как делать покупать объявления на безлат мы говорим сейчас про биткоин сейчас да говорим про биткоин да 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 в основном ликвидность более ликвидные такие это безлат гарант x бинанс и мы получается запад делаем на объявление и потом получается перекидываем эту крипту именно ну когда про битки рассказывают пусть там только есть бтц но по ней идет крипта долго но есть такие сервисы которые переводят отмогать переводить быстро но их назвать не могу так как там не совсем большая ликвидность и как получается мы переводим крипту на другую биржу распродаем ее на бинанс получается да покупаем покупаем на безлат продаем на бинанс переводим на бинанс и продаем ее там правильно да и после того как распродали мы уже как бы деньги обратно получили на карту все закуплено распродали и круг изобновляется да вот тут человек пишет есть ли мерчант на безлате и как его получить мерчант это такого понятия нет есть просто верифицированный человек ну то есть обычно верификация обычного пользователя каких-то преимуществ она не дает в целом преимуществ нет ну кроме того что можно торговать спокойно давал раньше потому что открывать сделки в основном с довериями лицам верификации потому что если нет верификации они могут там тормозить сделку долго отпускать криптовалюту ну наподобие вот этого а сейчас такого нет потому что то я сначала сентября то ли сапуст сделали наобведение в плане того что нельзя оставать на закуп с объявлением если у тебя нет верификации хорошо тогда еще такой вопрос вот мы переводим с безлата биткоин на на бинанс в среднем он во времени сколько идет если мы не используем какие-то сервисы в среднем от 30 40 минут может идти если сеть сильно перегружена допустим сильное движение крипты например плюс-минус 5 процентов просадки либо же то что растет сеть перегружается то что ну люди гоняют крипту туда на одной бирже о 40 минут получается да 30 40 минут может доходить до 10 даже часов у меня бывало то что утром отправлял а вечером ночью отправлял у меня доходил только рано утром бывало такое слушай слушай ну это же треш то есть за это время биток может обвалиться до там с 20 до 8000 долларов я шучу конечно ребят чтобы не пугать вас в этой ситуации что ты делаешь то есть какие у тебя были такие фокс-мажорные обстоятельства когда ты реально ждешь полдня когда придет биток он пришел и биток упал вниз вот в такой ситуации что делать раньше хеджировался то есть вставал шорт допустим на финансе когда не было ограничений по лимитам 10 тысяч долларов когда еще не знал про разные сервисы которые можно быстро перекинуть там с помощью них можно перекидывать буквально в течение 10 минут с одной держи на другую и вот сейчас когда узнал только по таким сервисам гонять потому что нет каких-то задержек все происходит быстро и как бы хеджироваться на течение 10 минут там может произойти движение ну на полпроцента но от этого как бы много не потеряешь я понял в общем нужно понимать что сейчас появились способы именно подключать сервисы да какие сервисы нужно самостоятельно искать потому что про них Радмир не скажет вот и их использовать для того чтобы вы смогли быстро перегонять без лата на то же самое бинанс вот а ты мог бы показать пример хеджирования или у тебя не получится это сделать например ребята которые сейчас сейчас ребят например который сейчас ребята которые не понимают как делать хеджирование где сервисы искать то как бы какой-то хотя бы вариант показать на будущее как делать хеджирование я могу показать на словах как все это происходит это все делается очень просто например мы закупились на сумму 300 тысяч и мы хотим 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 захочевать мы допустим на бинансе если у нас лежат там деньги мы с например 30 тысяч берем рублей и с десятым плечом ну 10x сейчас ты расскажешь слушай сейчас ребята залезут в какой-то шорт их ликвидонет короче салют везде вот Размир объяснил на словах как бы и потом пойдут ребята комменты писать чисто под слив короче как лупанут ну наглядно показать не можем хотя бы примерно да чтобы примерно было можно бинанс зайти показать или у тебя нет бинанса бинанса ребят давайте давайте как сделаем да тогда лучше вы посмотрите в интернете что такое хеджирование потому что сейчас Размир не сможет показать лучше посмотрите в интернете потому что на словах мы объясним и все равно вы можете запутаться и потом сольете депп мы всегда стараемся говорить по поводу подводных камней чтобы вы как бы их понимали и лучше конечно наглядно показывать наглядно нет возможности тут еще человек пишет по поводу ответа про грязный биток попадался ты под это или нет под грязный биток не попадался но на безлата очень много треуголов только попадалось на это о треуголах мы больше рассказывали в целом ну как бы решалось нормально все то есть как это все решалось ну как бы вызывали в полицию показываешь сделки вот эти то что ты как бы в такое-то время в такой-то день получил такую-то сумму от такого-то пользователя и все от тебя отстает ну в общем то есть эти фотографии сделок да да ребят вот кто новички смотрит да тут на самом деле опытный петупишник он должен в первую очередь как минимум сходить один раз в полицию или вообще в идеале отсидеть какое-то количество дней иначе если они не отсидят это значит не опытные петупишники значит это все ерунда то что говорят потому что один раз должен попасть в треугол как минимум должен в общем понять что такое биткоин что такое там хеджирование да в целом как это все работает в общем это все работает именно так и мы вам рассказали почему по поводу этой связки в целом потому что ну все равно нужно понимать что связка она работает уже давно и опять же да вот человек тут пишет по поводу того что когда нет волатильности рынка смысла нет работать на самом деле ну да то есть есть много разных связок это связка одна из них и сейчас она не такая актуальная но в дальнейшем она вполне может нормально функционировать работать как это было раньше да то есть ее полностью списывать со счетов мы конечно не рекомендуем и в общем часто такие ситуации случались когда болтина когда нету ликвида на беззлата ликвида нет в основном такие времена когда крипта банка так людям не выгодно продавать скрипту они ее держат но когда допустим рынок скриптный когда допустим крипта упала она начинает расти начинает сразу появляться трафик то есть люди начинают распродаваться и трафик хорошенечко ну то есть это не первый раз когда нету спреда там в течение недели да в целом даже чуть-чуть больше но в основном все блогеры упала потому что это в основном происходит тогда когда рынок падает и потом когда рынок устанавливается трафик появляется и начинает все кричать в основном вот пи-ту-пи топ начинает распускать всякие обучения чтобы это было ну да 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 это типа такая работа которая есть 24 часа цикличность да это типа сферы когда человек попробовал связка международную потом говорит что он там охереть какой чувак да там топ топ топов вот потом связка начинает умирать и человек потом просто пропадает куда-то то есть это все именно из этого разряда хорошо если есть вопросы ребят задавайте вопросы с радостью на них ответим родмир тебе спасибо большое в общем по безлата ждем хороших спредов и начинаем бомбить бомбить рынок да спасибо если есть вопросы для родмира пишите ребят ответим вот надеюсь было полезно постарались как можно меньше воды сделай да в целом вот также будем проводить дальше эфирчики такие прямые короткие и этот конечно эфир был больше нацелен на пи тупи вот и давай тогда рейд если есть что сказать скажи будем потихоньку заканчивать вопросов пока нет если вам понравился гостерть лайк мы будем назвать его еще раз возможно будет поделиться чем-то с вами если вы хотите юристу пишем юрист криктоюрист позовите его мы с Ромой обязательно позовем и ответим на ваши вопросы нужны и те же хорошо ребят тогда 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 всем хорошего дня будем на связи если будут вопросы то пишите также ссылка на нашу телегу будут в описании под этим видео всем как всегда профита всем успехов всем пока всем пока